Да хрустящий курт еще! Здравствуйте! Я Фируза, и мы на канале Фарнакс Филм. В банном комплексе Добрая Банька. Сегодня мы вам расскажем о женском парении. Сегодня у нас в гостях Елена Шмакова, и она эксперт в области женского парения. Она уже около 10 лет специализируется именно на этом. Она работает вместе с беременными женщинами, также с родившими женщинами, помогает восстановиться после родов, и просто с женщинами, которые любят хорошо провести время в бане в женском кругу. Елена, скажите, пожалуйста, с чего начинается парение? Что у нас сейчас будет с вами? Первым делом, перед первым заходом в парилочку, хорошо бы принять теплый душ. Просто, чтобы кожа слегка раскрылась и была готова к прогреву. И первый прогрев, это еще не парение. Это просто посидеть, побежать, погреться, чтобы тело приготовилось к дальнейшей работе. Обязательно надо уложиться удобно. И у женщин, поскольку есть грудь, очень часто им бывает не совсем комфортно ложиться. Поэтому подкладываем вот такой вот волшебный валик. Одна часть выше, другая ниже. Как лежится? Очень удобно. Отлично. А под голову мы кладем прохладный венчик. Как хорошо! Ножки тоже смотрим, чтобы лежали удобно. И очень часто всем хочется подложить небольшой валик под свод стопы. Как сейчас? Да, так удобно. Коленочки не давили, было комфортно. Лучше лежа или сидя прогреваться? Да, всегда лучше прогреваться в горизонтальном положении, потому что в этом случае температура распределяется по телу равномерно. Не оказывается так, что голова вверху, а ножки в холоде. Поэтому важно удобно устроиться на полке, если есть такая возможность. Вытянуться, прилечь, беречь голову, надевать шапочку и просто полежать, подышать. Вкусными запахами. Отлично. Ну что, запарничек. Вот если мы берем такой мешочек с травками и мы его заливаем горячей водой, то он сразу начинает вкусно пахнуть. До всех сейчас дойдет. И какое-то время он настаивается. Можем сразу поставить его в парилочку, чтобы он нам создавал там атмосферу. Елена, скажите, пожалуйста, что особенного в женском парении? Почему именно женское? На самом деле женское парение действительно отличается от мужского. Женщина совершенно другое существо. У нее другой организм, она по-другому функционирует. У нее другая психология. И поход в баню с женщинами – это совершенно другая атмосфера, другой мир и другая специфика. Для женского здоровья баня – это очень интересное место. Это место, где можно использовать все стихии, которые в бане находятся. Там влажно, там тепло, там спокойно. Женщина может прекрасно расслабиться. И естественно, что для женского здоровья баня – это тоже очень полезно. В бане, получается, женщина разогревается, расслабляется. Она может почиститься. Причем она чистится. И кожа чистится, и весь организм, и оздоровление идет в баню. За счет разогрева происходит хорошая стимуляция иммунной системы. Мягкие контрасты – это самое то, что нужно для женского здоровья. Сколько по времени нужно греться? Первый прогрев должен быть по комфорту. То есть пока тело греется, греется, вы чувствуете, что еще хорошо, значит, можно полежать. Если чувствуете, что уже есть такое хорошее тепло, и хочется выскочить из парилочки, ну, значит, вы уже перележали. То есть до комфортного состояния. Да, все для женщин должно быть по комфорту. А температура в бане имеет значение? Обязательно. Температура в бане для женщин не должна быть высокой. Обычно принято считать, что в бане должно быть жарко, 100 градусов, ух, так парилочек. Чтобы он прокалится, да? Да, да, да. Но для женщин так не подходит. Для женщин нужна мягкая атмосфера. И поэтому температура в парилочке при женском парении должна быть порядка 50, 60, 70 максимум градусов. И должна быть достаточная влажность. То есть влажность воздуха такая, чтобы венчик не высыхал, чтобы кожа распаривалась, прогревалась, насыщалась, напитывалась. Поэтому порядка 60-50% влажности кожи. Ну, естественно, это постепенно, да, какое-то прогревание происходит у организма женщины. И потом постепенное парение. Правильно я понимаю? Да, очень важно, чтобы заход в парилочку и прогрев был достаточно мягкий. Вначале только потихонечку прогреваемся, мягко-мягко, аккуратно. И когда тело разогревается, идет мягкий глубокий прогрев до костей, до суставов, до связочек. Вот тогда только можно приступать к парению, и оно принесет большую пользу. Вот вопрос про парение. Имеет ли какие-то особенности, какой веник нужно выбрать именно для женского парения? Традиционно считается, что женское дерево – это береза. Поэтому береза прекрасно подходит женщинам. Она также прекрасно подходит деткам, она прекрасно подходит девушкам в любом возрасте. Ну да. Она мягкая, нежная, бережная и очень хорошо может пропарить. Хотя можно использовать и другие веники. Некоторые прям любят использовать дубовый веник. Он очень хорошо подходит для проблемной кожи или при каких-то особенностях с куставами. Можно использовать веники других растений. Например, липовый, калиновый, кленовый. Эти веники тоже можно использовать под настроение. И в веники также можно добавлять немножечко травки. Прекрасная женская трава – это душица. Она очень вкусно пахнет, она очень хорошо влияет на женское здоровье. И с ней действительно приятно попариться. Хорошо работает полынь. Полынь считается, что она чистит организм, очищает нас не только физически, но и психологически, духовно, ментально. И она действительно может вкусно пахнуть еще в баночке. Хорошо работает донник. Донник очень ароматный, очень медовый, приятный запах. Он полезен для кожи, полезен для легких. Так что дышать им очень здорово. Елена, большое спасибо за парение. Мне очень понравилось. Для меня это было что-то очень новое. Я уже была у других пармейстеров, но женское парение, оно по правде особенное. Что мне понравилось, это вот сам бени, когда на лицо накладывают. Не было особого жара и эффект такого ароматерапии, да, наверное, это правильно сказать. И бережное отношение к женскому телу, особое парение зон женских. Я вот хотела спросить про зону верхней части, когда мы впереди парили, вы делали особые парения, да, сверху. Можете рассказать немного подробнее об этом? Ну, во-первых, у женщин современных очень много работы сидячей, и плечи очень часто уезжают вперед, и поэтому хочется их расправить. Для этого их нужно хорошенечко прогреть в области плечевых суставов. И это хорошо прогревает и запускает лимфодренаж. Получается, что у нас хорошо работают лимфоузлы подмышечные, мы их отдельно греем, да, и хорошо, получается, обеспечивается лимфоотток от зоны груди, потому что зона груди у нас тоже очень сильно у женщин стадает. Ее часто перетягивают, пережимают, прячут как-то, а она должна быть работающая, там должна бежать кровь, там все должно быть работать. Поэтому вот эту вот зону мы очень хорошенечко пропариваем, прогреваем, чтобы был хороший поток лимфы и было хорошее кровоснабжение. Есть заблуждение, что нельзя греться и париться женщинам, которые кормят. Но мы когда с вами парились, вы говорили о том, что кормящим женщинам тоже можно парить грудь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, кормящие женщины, у нас Банька постоянно ходит, кормящие женщины, им совершенно прекрасно, можно аккуратно, бережно прогладить и чуть-чуть промассировать веничком грудь. Сознанием, да, нужно просто делать? Да, с сознанием, сознанием, конечно, поэтому можно. Единственное, что у кормящих женщин бывает в тепле, вызывает пыль в молоках. Ну, это наоборот уже хорошо, да, для кормления ребенка. Это неплохо. Елена, мы с вами пьем чай на протяжении всего времени, пока мы с вами паримся. А что можно и нужно женщинам есть во время самой процедуры парения? Ну, на самом деле, во время парения женщине много есть не надо. Обычно хочется что-то легкого, фрукты хорошо могут пойти. Если хочется посытнее, что-то орешки, сухофрукты. Ну и, конечно, много пить, много воды, можно пить морсы, можно пить какие-то натуральные компоты или, соответственно, травяные чаи. Это то, что позволяет женщине усилить полезные свойства бани и получить максимальную пользу. Вы правильно заметили, Феруза, что женское парение совершенно другое. Это более мягкая атмосфера, более насыщенная разными запахами, впечатлениями, уходом за собой. И, в принципе, женская баня – это всегда про заботу, про бережность к себе, про любовь к себе. Про здоровье, конечно, тоже, но и про удовольствие. Да, очень понравилось то, что именно было комфортно. Все-таки женщина-пармейстер для девушки – это какая-то особенная атмосфера, какая-то дружественная, как подруги, которые друг с другом проводят время. И особенное отношение к телу с пониманием, потому что пармейстер тоже женщина, и она знает, на что стоит сделать акцент. Каждой женщине нужна женщина. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. И ждем вас в женскую баню. Всем легкого пара.